итак сегодня 7 июня 2017 года я очередной раз собрался вылез так скажем на рыбалку на наш дзержинский затон перехожу вот железную дорогу не спеша поездов пока нету все нормально солнышко светит сегодня уже это радует и вот я иду на очередной выход на природу прогуляться на рыбалку не за того что поймать рыбу или еще что-то поймается значит поймается а поймается отпустим так как за последнее время я привык рыбу просто поймать сфотографироваться с ней видео сделать какой-то и отпустить рыбку в освояси вот и все для этого у нас есть все возможности чтобы купить какую-то рыбу морскую но не речную если конечно крупной попадется то действительно можно будет что-то с ней сделать сотворить но мелочь мы не берем веселых ребятишек мы не берем как некоторые другие это делают мальков все прочие детский сад мы не ловим и так мы идем на дзержинский затон соловки где-то поют в кустах гляди-ка прям в кустах где-то ловки поют вот он сидит в кустах соловей так подходим дзержинскому затону ну вот тут у нас такой вот стоит заведение я не помню как называется а да каравелла каравелла да хорошее кстати заведение где можно отпраздновать всякие юбилеи и все прочее вот кстати стоит очень так к месту такому значимому то что можно действительно здесь отдохнуть вот я тут не раз бывал все хорошо мне понравилось прошу любить и жаловать этих хозяев этого заведения так как здесь хорошо очень готовят и все прекрасно ладно идем дальше ну вот дзержинский затон показался уже рыбачки там у пирса стоят вот что скажу что-то уже ловит уже с утра ловит я уже иду поздно время уже только пять часов утра вот солнышко только встал уже солнышко давным-давно показалось но я иду не спешить некуда на работу мне только завтра вот ну вот гадите какой стиль прекрасный вид вот пожалуйста рыбак проехал очередной на велосипеде покатил и тут вот уже сидят рыбачат все прекрасно тихо хорошо рыбачат рыбачки рыбачат то ка пришли да на опаршу на червя на тесто на червя ну я взял тебя с собой были поклевки да были уже понятно я гляжу вон в этот раз это окаток как разлилась да еще не сосла вода я гляжу значит значит там значит там я не перейду еще да на переходе да значит туда наверное скорее всего не перейдешь я думаю ну вчера солнышко было вы вчера тут были да а присмотрел можно ли идти на рыбалку или нет да а вы сами с поповки или откуда не ставьте а а в гостях ясно ну это понятно это же дело хорошие хорошие ну да 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 ясно вон тоже мужички сидят ловит да что-то ловит да вот плен что-то в это он плещется окунек 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 вот первый раз уж пришел назад он я приходился выходил там быть и как его в лугах был в мае месяце на бездонном озере на круглом озере вот тех краях вот я выбрался ну ладно пойду удачи вам ну ладно не хвоста ни чешуи на глухую ловите я грожу да но и за очевидно уже подлещика хочет хочет наверно поймать на глухую да или что попадется но именно наверно пришли за этим за вас за подлещиком да я потому что недалеком прошлом такими вещами занимался на глухую ловил колокольчик вчера не было а сегодня тоже тишина а ветер северный северный ветерок уже чувствую сзади идет ветер а вы не в курсе переход там свободный или нет может перейти а вы еще не до тут не дошли потому что я имею ввиду вот на ту сторону перебраться я вам гляжу тут на на этой стороне многие уже остановились рыбачить прибыла да а чё она сходила значит она прибыла все таки может быть а это я хочу сказать вот я в лугах был в мае месяце на озеро на бизонку ходил на круглые вот ну так вот прогуляться тоже правда тоже ничего не поймал но испытал желание хорошей прогулки давненько я уже в этих местах то не был не рыбачил просто решил вот выйти сделать очередной репортаж о рыбалке вот ну да я вижу и там вот я прошел мужики стоят у пирса тоже глухо стоят так курят больше ничего ясно ламп аду дальше не хвостань чешуи ну как ловится чё давно пришли часа три ну понятно ничего ясно я иду вот оттуда тоже ничего ни у кого тишина за за снять бы кто бы поймал бы такой вот специально вот выбрался я так-то бы ради прогулки пришел для интереса у меня мало чтобы поймать мне самому мне хочется поглядеть как люди поймают да это понятно я сейчас пойду ладно не хвостань чешуи здравствуйте уважаемые люди сидим тихо да а парочка есть все-таки серьезно подлещик а на червя а на парша я сама сколько тут для двух знаете раз два три ну да у вас это целый арсенал бляжу да как зенитные батареи здорово раньше я ходил с такой кучей удочек на куб выбирался и ловил тоже а вот сейчас в коем веке выбрался просто сделать репортаж очередной о рыбалке и мне будут запечатать печатление такие сделать кто что-то вынул такое интересное ну а вот у вас то глядите как значит где-то поймали все равно а они большие ну насколько грамм 200 300 понятно а пакете можно поглядеть вам ладно спасибо так что нас тут а есть все таки так понятно ну что это начал только может быть да но с таким арсеналом тут надо поймать хороший улов сделать вот ясно мужички не хвоста не чешуи а это товарищи опа 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 поглядим ну ка поглядим поглядим вот ну вот прекрасно что-то тащит человек вот рыбку поймал очередную здравствуйте что поймали а густерка сапа густерка ну-ка поглядим можно ага вот похвалитесь во ну что начало есть значится первое ли что первое а ясно представьтесь как вас величать владимир меня алексей вот пришел сюда сделать репортаж рыбаках о наших дзержинских вот с утра ловите или как с утра ловите с утра вот четырех часов 4 до понятно ну ладно всего вам доброго не хвоста не чешуи спасибо ну вот как очевидно мы были свидетелями всему тому что вот владимир рыбак из города нашего дзержинска поймал первый лов был поймал густерку небольшую но все равно начало есть значит конец будет поклевывать все-таки рыбка то и вот еще у молодых людей в пакете тоже также пойманы два подлещика небольших где-то грамм на 150 на 200 вот все теперь осматриваем сам затон где мы приступим к рыбалке вот вот там рыбаки на машине значится тоже приехали видать хотят что тут поймать сейчас увидим услышим возьмем очередное интервью у них вот ну что на рыбалку приехали а туда не проехать да ваш машина да нет ваша машина ну и как на спиннинг ловим нет так у вас году это это как его без всего это что на поверху ловите а что вы делаете а сеть вы достаете ясно аят пришел и репортаж делать о рыбаках а наших вот а вы достаете сеть это ваша сеть или что а браконьерские сети вон что ясно а вы кто извольте представьтесь так понятно как вас величать так ясно и давно вы работе в такой инспекции около года около года вам нравится ваша работа нравится ясно вы за природу за охранную среду среды природу обитания все понятно очень прекрасно меня алексей вот если вам угодно будет заходите в соцсети в одноклассники в контакте вы на ютубе у меня там есть свои работы так что я еще плюс бард исполнитель своих песен вот то что я вам могу сказать обо мне вот и все ну ладно удачи вам чтобы вытащить побольше сетей и чтобы не было у нас вновь в народе таких хапук таких хапук я просто называю то чтобы например допустим взять и лучше на удочку поймать больше и чище их будет у нас среда обитания экологии такая хорошая чтобы люди поняли наконец что есть у нас патриоты еще не только в городе Дзержинске вообще во всей России набирается таких много патриотов что действительно люди желают чтобы здоровой была среда обитания нашей экологии всего хорошего вам до свидания опять я на рыбалке Дзержинского сатона хочу поймать я рыбину огромную опять пока довольно тихо рассвет как мать икона а рыба на наживку не хочет блин клевать пока я отлучался на некоторое время болтая о рыбалке с каким-то мужиком рассвет даль удалялся под шпоревая стремя ряд по воде скользила играя с поплавком я не заметил даже лещовую поклевку что рыбина здоровая попалась на крючок хватаю я удилище как прежде по сноровке забыв про все на свете забыв и про сачок ушел рассвет довольно не спеша и солнце светится как лампа или яча я думал попросту не будет они шерша но тут большущего поймал я вдруг они шерша но тут большущего поймал я вдруг они шерша он мне легко поддался и вовсе не брыкался но после чуть хитрюга не вылетел из рук а я не растерялся душой не испугался поймал я все же рыбину лещу пришел капут тут все конечно мило не хилая картина я поспешу до дома быстрей по холодку уху чтоб мне сварила моя жена ирина жена чтобы сварила лещовую путь ушел рассвет довольно не спеша и солнце светится как лампа или яча я думал попросту не будет ни шерша но тут большущего поймал я вдруг они шерша ушел рассвет довольно не спеша и солнце светится как лампа или яча я думал попросту не будет ни хрена но тут большущего поймал я вдруг они шерша ушел рассвет довольно не спеша и солнце светится как лампа или яча я думал попросту не будет ни шерша но тут большущего поймал я вдруг леща вот такая вот рыбалка ну а ну а ну 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 не